Дмитрий Бродский, Константин Ремчуков, очень неглупый бизнесмен. Он озвучивает тезисы Дерипаски о переустройстве экономики России в современных реалиях. А раньше он советовал почитать умные книжки. Ну, давайте сочувствовать Олегу Дерипаски, многим в окружении Путина, кто понимает, что ситуация абсолютно безвыходная. Ну, это имитация деятельности. То, что происходит, то надо же что-то делать. Ну, вот идея импортозамещения. Но она не работает. Она фактически это попытка создания вне конкурентного эффективного производства. Так не бывает. Эффективное производство возникает в конкуренции, вне конкуренции. Закупив самые современные технологии, создать эффективное предприятие невозможно. Там же ведь последовательность известна. Значит, государство, дайте деньги, мы закупим, чтобы создать альтернативное, чтобы создать импортозамещающее предприятие. Конечно, покупаются оборудование, но там, во-первых, крадутся огромные деньги. Во-вторых, понимаете, в одно предприятие в окружении неэффективной экономики работать не может. Это нереализуемо. Там, не знаю, электричество по нерыночным ценам будет поставляться на это предприятие. И уже делает его неэффективным. На следующем этапе, значит, да, мы произвели нечто, картошку, но она дороже израильской, там, в три раза. Значит, нам теперь, вот, пожалуйста, компенсацию, чтобы мы могли ее реализовывать. Государство платит, да. Компенсационные. Это с Юрием Михайловичем мы когда спорили по поводу фиксированных цен на хлеб, он сказал, что боровой сумасшедший говорит, что не нужны фиксированные цены, умрут пенсионеры. А я ему возразил, сказал, что, ну, финансировать производителей хлеба все равно, что булки разбрасывать над Москвой с самолетов. Там, часть из них попадет пенсионерам, тем, кому они нужны. Вот. Так что неэффективные импортозамещения, неэффективные предприятия, они и будут неэффективны. Это имитация, то, что делает Ремчуков, Олег Дерипаск. Имитация деятельности. Это психотерапевтическая такая помощь Путину. А вот мы сейчас попробуем сделать чего-то, чего никогда не было. И чего невозможно сделать. Это они не говорят. Вот мы попробуем импортозаместить вместо колес к этой телеге, значит, мы приделаем от Феррари колеса и назовем эту телегу Феррари. А вот эту дохлую лошадку, которая будет этот Феррари двигать, назовем шестицилиндровым V-образным двигателем. От этого ничего не меняется. Имитация. Это вам показывает, что я перемещаю. Продолжение следует...